Мы приветствуем вас, дорогие друзья, на пятом уроке по теме «Духовная депрессия». В начале нашего урока мы прочитаем 1 Тимофея, 1 главу, 16 стих. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Некоторых все это поражает. У них бездумное, поверхностное представление о христианстве. С их точки зрения, если человек заявил о своем решении, вроде как документик подписал, то он автоматически становится христианином и обязан, следовательно, пребывать в состоянии беспрерывного и ничем не омрачаемого счастья. Но опыт и история церкви ясно свидетельствуют, что это так же далеко от реальности, как небо от земли. И если мы станем придерживаться этой точки зрения, то вскоре у нас возникнут проблемы. Всегда и везде мы видим христиан, у которых по разным причинам возникают трудности. Да и в новозаветных посланиях нельзя этого не заметить. Если бы было так просто поверить и принять спасение, то не нужны были бы и новозаветные послания. Пожалуй, в каком-то смысле и церковь тогда была бы нам уже не нужна. Люди бы просто спасались и всю оставшуюся жизнь жили бы счастливо, уже как христиане. Однако люди, о которых мы читаем в Новом Завете, и уверовали, и стали христианами, и тем не менее, почему-то Павлу, Петру и Иоанну приходилось посылать им письма. Почему? Потому что они, стараясь жить христианской жизнью, не радовались. Одни без конца оглядывались на свое прошлое, от которого были спасены. Другие испытывали серьезное искушение сдаться и бросить все. Третьи подвергались жестоким преследованиям. Таким образом, само появление посланий показывает, что безрадостное, несчастливое состояние было знакомо христианам того времени не меньше, чем нам с вами. И в этом есть некое странное, но совершенно реальное утешение. Если сейчас меня слышит кто-нибудь, кто страдает, то позвольте мне сказать вам следующее. Тот факт, что вы недовольны, обеспокоены или несчастны, никоим образом не означает, что вы не христианин. Скажу даже, что если на своем христианском пути вы не прошли ни через одно испытание, то возникает вопрос, а христианин ли вы вообще? Бывает ложный мир. И есть такая вещь, как вера в иллюзии. Весь Новый Завет и вся история Церкви на протяжении многих веков красноречиво свидетельствуют, что мы неминуемо оказываемся вовлеченными в битву веры. Поэтому неизменно безмятежное состояние души вряд ли можно назвать хорошим признаком. На самом деле это очень настораживающий признак. Он показывает, что с человеком что-то существенно не так, поскольку с самого момента нашего обращения мы становимся объектом особого внимания дьявола. Он осаждал со всех сторон и атаковал нашего Господа. Точно так же он осаждает и атакует всех божьих людей. «С великой радостью принимайте, – говорит Иаков, – когда впадаете в различные искушения. Именно в них ваша вера проверяется. Более того, само наличие искушений и испытаний в каком-то смысле служит доказательством того, что у вас есть вера. Именно потому, что мы принадлежим Господу, дьявол пускает в ход все свое коварство, лишь бы смутить нас и вывести из равновесия. Он не в состоянии украсть у нас наше спасение, слава Богу, но Он может отравить нам жизнь и сделать нас несчастными, если, конечно, мы будем достаточно безрассудны, чтобы прислушиваться к Нему. В этой беседе мы поговорим о людях, которые страдают от духовной депрессии из-за своего прошлого. Или их мучает какой-то конкретный грех, или не дает покоя форма, которую этот грех по стечению обстоятельств принял. Нет проблемы, которая встречалась бы чаще, чем эта. Кто-то из вас может задать вопрос, а христиане ли такие люди вообще? Ну, попросите их изложить принципы христианской веры, как они их понимают, и они сделают это превосходно. На первый взгляд они довольно четко усвоили доктрину оправдания через веру. Они не полагаются ни на праведность своей жизни, все равно недостижимую, ни на какую-то свою деятельность, ни на что-то еще, что они сами могут сделать. Они прекрасно осознают свою беспомощность и полную зависимость от благодати Божьей. Тогда в чем же, спросите вы, их проблема? Дело в том, что хотя они понимают эту центральную доктрину, но что-то в их прошлом продолжает их беспокоить, поэтому они несчастны. И вид у них всегда удрученный, и говорят они вечно об одном и том же, все об этой одной вещи. Как правило, это какое-то действие, дурной поступок, который они совершили, злое слово, которое сказали. Одним словом, какая-то крупная несправедливость в их жизни, которой они без конца возвращаются. Они все время анализируют ее, рассматривают точно в лупу и осуждают себя за нее. Самой яркой иллюстрацией, с которой мне пришлось столкнуться, может служить история одного старика. Он стал христианином в возрасте 77 лет. Жизнь он прожил очень скверно. Едва ли существует такая гадость, какой он в тот или иной период своей жизни не предавался. Но он услышал благую весть и обратился. Огромным праздником стал для него день, когда его приняли в члены местной церкви. А когда воскресным вечером он впервые причастился, это стало величайшим событием его жизни. Радость его была неописуема. Все мы были так счастливы за него. Но на этом история не заканчивается. На следующее утро, еще до того, как я встал с постели, этот старик явился ко мне в дом. Он стоял предельно несчастный и подавленный. Слезы лились у него из глаз, и он не мог остановить их. В конце концов, мне удалось как-то успокоить его. И я спросил, в чем дело? Вот что он рассказал. Накануне, вернувшись домой после своего первого причастия, он внезапно вспомнил нечто, происшедшее 30 лет назад. Тогда он вместе с другими мужчинами пил в таверне. Зашел разговор о религии, вскоре превратившийся в спор. И тут он презрительно и насмешливо оскорбил Иисуса Христа. И теперь, когда воспоминание об этом внезапно обрушилось на него, он был убежден, что за это прощения быть не может. Вот за одно только это. Он с готовностью забыл и пьянство, и азартные игры, и аморальные связи. Тут все было в порядке, потому что он получил за это прощение. Он понимал это ясно. Но то, что он сказал о Сыне Божьем, Спасителем мира, он не находил ни утешения, ни покоя. Память об этих словах бросила его в бездну полной и окончательной безнадежности. Благодарю Бога, что с помощью Священного Писания мне удалось вернуть ему его радость. Это страшно, когда что-то преследует человека и без конца возвращается к нему, превращает его в жалкую развалину, несмотря на то, что он по-прежнему считает себя христианином. Это состояние при всей своей противоречивости абсолютно реально, и с ним необходимо считаться. В других случаях его причиной становится какое-либо обещание или зарок, который человек дал и потом нарушил. Возможно, человек не сдержал клятву, нарушил обещание, потому что в какой-то момент он сделал еще что-то, и выполнение данного обещания стало невозможным. Таким людям кажется, что в их конкретном случае именно этот совершенный ими грех каким-то образом помещает их в другую категорию. Они говорят, да, я знаю, но они сникают, они страдают от духовной депрессии. Такому состоянию есть два главных объяснения. Первое, и, разумеется, основное, что это работа дьявола. Сатана не может украсть у нас наше спасение, но радость он у нас украсть может. И еще как. Его главная забота – помешать человеку стать христианином. Но коли уж, несмотря на все его старания, человек стал таки христианином, то сатана отчаянно пытается сделать его христианином несчастным. Тогда он сможет указать на него все еще не спасенным людям. Вот оно, христианство. Вы только посмотрите, что оно делает с человеком. Взгляните на это жалкое существо. Вы тоже хотите стать похожими на него? Но есть и еще одна причина. И именно на нее я хочу сделать здесь особый упор. Это состояние почти целиком объясняется тем, что человек так и не уразумел четко новозаветную доктрину о спасении. Теперь я должен прямо и откровенно сказать одну вещь, даже рискуя быть неверно понятым. Людям в таком состоянии не следует молиться об избавлении от него. А они практически всегда это делают. Ведь им, как правило, советуют именно так поступать. Христианин должен молиться непрестанно. Это верно. Но тут как раз один из тех случаев, когда надо на время оставить молитву и немного подумать. Существуют в христианской жизни некоторые проблемы, которых вам никогда не разрешить, если вы ничего не будете делать, кроме как молиться. В таких случаях вы должны перестать молиться. Почему? Потому что, молясь, вы будете без конца вспоминать о своей проблеме. Вы должны обдумать доктрину о спасении, провести ее через ум и сердце. О чем же вам надо подумать? В первую очередь, о том, о чем Павел пишет Тимофею. Мы прочитаем этот отрывок из первого послания к Тимофею с первой главы, с 12 по 16 стихи. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего, Иисуса Христа, открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Апостол утверждает здесь, по сути, что в каком-то смысле Господь Иисус Христос спас Его для того, чтобы сделать примером для нас, примером для всех, кому кажется, что какой-то их грех выходит за пределы действия благодати и что на них милосердие Божье не распространяется. Павел возражает против этого. Он утверждает, что один только его случай убедительно доказывает необоснованность и даже недопустимость подобных мыслей. Такие люди считают, что грехи сортируются. Одни простительны, а другие нет. Апостол говорит, что одного лишь примера с Ним достаточно, чтобы развеять в прах все эти рассуждения. Было время, когда само имя Иисуса из Назарета вызывало в Нем жгучую ненависть. Он прилагал все усилия, чтобы стереть с лица земли Его приверженцев. Он отправился в Дамаск, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Деяние. 9 глава, 1 стих. Он был хулителем и гонителем. Теперь, говорит Павел, я могу быть для вас показательным примером. И что бы вы о себе не думали, сравните свои поступки с моими, и все сразу станет на свое место. Вспомните обо мне и скажите себе, если Бог помиловал Его, если Он мог быть прощен, то и я не должен терять надежды из-за этого главного греха моей жизни. Но апостол не останавливается на этом. Он хочет убедить нас в том, что в каком-то смысле нам вообще не следует проводить различия между грехами. Хотя на первый взгляд кажется, что Павел делает именно это. Он говорит, «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это звучит так, как будто есть крупные грешники. Грешники поменьше и совсем маленькие. Однако из этой фразы никак нельзя сделать такой вывод, поскольку он противоречил бы самой сути учения, которое Павел здесь развивает. Что он имеет в виду? То, что чем ближе человек становится к Богу, тем яснее видит свой грех. Видя черноту собственной души, человек обвиняет себя. Я главный из всех грешников. Так сказать о себе может лишь христианин. Мирской человек? Никогда. Напротив, он постоянно доказывает, как он хорош и во всем прав. Павел, кажется, полагает, что его действия, направленные против Христа, это грех из грехов. Но дальше он поясняет, какой смысл вложил в свои слова. Он говорит, что поступал так по неведению, в неверии. Этими словами он разбивает саму идею некой градации грехов. В определенном смысле его грех худший из всех вообразимых грехов. Но если сменить угол зрения, то этот грех – корень всех грехов, потому что в конечном итоге существует только один грех – грех неверия. Таково великое новозаветное учение по данному вопросу. И для нас понимание его должно быть превыше всего остального. Нам нужно размышлять не об оценке конкретных грехов, а о наших взаимоотношениях с Богом. Вот что важно. И об этом следует думать. Все мы склонны заблуждаться и уходить в сторону в этом вопросе. Например, нам иногда кажется, что обращение одного человека – событие более примечательное, нежели обращение другого. Но это не так. Та же самая благодать Божья спасает и самого достойного человека в мире, и последнего пьяницу, и беззаконника. В обоих случаях требуется одна и та же благодать Божья. Только она может спасти и спасает всех. В Священном Писании много поразительных примеров, иллюстрирующих эту идею. Иосиф показал глубокое понимание этой духовной истины, сказав жене Патифара, соблазняющей его, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Иосиф боялся согрешить не перед этой женщиной, а перед самим Богом. Это поистине духовный образ мыслей. Для Иосифа грех – это такой поступок, который пагубно сказывается на его взаимоотношениях с Богом. «Если я сделаю это, то согрешу против Бога». Точно такое же отношение к греху у Давида. Он совершил убийство и прелюбодеяние, но тревожило его то же самое. «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал». Он не умолял зло, причиненное им другим людям. Он прекрасно осознавал его. Но не это в его глазах было самое худшее. Самым худшим было то, что совершенное им было грехом перед Богом и вредило его взаимоотношениям с Богом. Бог и взаимоотношения с Ним вот что было для Давида важнее всего. «В моем неверии, утверждает по сути Павел, заключалась главная беда, а вовсе не в конкретных поступках. Они были следствием неверия». В некоторых стихах Нового Завета этот вопрос освещается совершенно поразительным образом. Задумайтесь над делами плоти, список которых Павел приводит в пятой главе послания к Галатам. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». Всякому ясно, что дела эти ужасны. Список продолжается. Далее идут идолослужение, волшебство и затем, неожиданно, гнев. Может быть, кому-то кажется, что понятие греха применимо только к прелюбодеям и вообще к людям, ведущим скверный и нечистый образ жизни. Нет, это не так. Павел продолжает перечисление и после гнева упоминает распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть. Обратите внимание, как он смешивает всех в одном блюде – завистников вместе с убийцами. Осуждаются не только поступки, но и чувства, и помышления сердца. И наш Господь говорил то же самое, когда напоминал нам, что из сердца человеческого исходят злые помыслы – прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи и всякое зло. Он помещает в одну категорию греха – все, не только какие-то тяжкие прегрешения, но каждый грех, всякий грех – все, что нарушает взаимоотношения с Богом. Иаков раз и навсегда поставил точку в этом вопросе. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» – Иакова 2, 10. Как видите, мы все находимся на одном уровне. И если сатана пытается внушить вам, что ваш грех совсем особенный, отличный от других, то ответьте ему так. Неважно, какой пункт закона человек нарушает. Если он нарушает хоть один из них, то становится виновным во всем. Это подводит нас к третьему пункту. Корень проблемы несчастливых христиан этого типа в том, что они не верят священному писанию. Вы заявляете, «Моя беда – это тот ужасный грех, который я совершил». Позвольте сказать вам, что ваша беда не в этом. Ваша беда – неверие. Вы не верите Слову Божьему. Что мы читаем в нем? Я говорю сейчас о том, что сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это категорическое утверждение сделал Бог Святой Дух через Своего раба Иоанна. Сказано, очистит нас от всякой неправды. Следовательно, без каких-либо ограничений, без проведения различий между грехами. Если вы не верите этому Слову и увязли в воспоминаниях о своем грехе, то вы не принимаете Слово самого Бога. Вы не принимаете Его Слова в их прямом значении. Не верите тому, что Он говорит вам. Именно в этом ваш настоящий реальный грех. Вспомните, что произошло с апостолом Петром в 10 главе Деяний. Петр забрался на крышу дома, чтобы помолиться. Он был голоден. Между тем, как приготовляли, он внезапно пришел в выступление и увидел сходящее с неба большое полотно, полное всяких животных. Он услышал голос, говорящий, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Голос Божий опять прозвучал с неба. На этот раз Творец сказал ему, «Что Бог очистил того, ты не почитай нечистым». Эти слова Бога мы могли бы пересказать примерно так. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что делаешь? Ты упорно называешь скверным и нечистым то, что я тебе повелел заколоть и съесть. Итак, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это именно то, что я сказал бы любому человеку, которого дьявол удерживает в депрессивном состоянии, заставляя копаться в воспоминаниях о каком-то конкретном грехе или несчастливом событии прошлого. «Что Бог очистил кровью Своего единородного Сына, того ты не почитай нечистым». Крови Иисуса Христа, Его Сына, очищает нас от всякого греха и всякой неправды. Так перестаньте расточать свой пыл в молитвах о прощении этого своего греха. Поверьте Божьему Слову. Не молите Его о прощении. Он уже даровал вам Его. Лучше поблагодарите Бога за Его милость, иначе ваша молитва вполне может являться выражением неверия. Поверьте Ему и Его Слову. Еще одна проблема с такими людьми состоит в том, что они, по-видимому, не вполне осознают все значение совершенного нашим Господом на кресте. Нельзя сказать, что они не верят в жертвенность и искупительность Его смерти. Они верят. Но в их жизнях это ничего не меняет. Они не полностью усвоили доктрину. Они знают достаточно, чтобы быть спасенными. Но это не мешает им находиться в состоянии депрессии, поскольку они не вполне понимают, что означает это спасение. Они не вдумались в слова ангела, сказанные Иосифу, что Иисус спасет людей своих от грехов их. Матфея 1, 21. Ангел не сказал, что Он спасет от всех грехов за исключением того, который совершили вы. Нет. Он спасет людей своих от грехов их. Задумайтесь также над словами Петра. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. 1 Петра 2, 24. Здесь нет никаких оговорок. Здесь нет никаких условий. Круг тех, кого охватывает собой спасение, ничем не ограничен. Или прислушайтесь к Павлу, когда он говорит, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 2 Коринфянам 5, 21. «Мы – это все, все до одного, без единого исключения. И грехи Его людей смываются тоже все, каждый грех, каждого человека, без каких-либо исключений». Перед Своей смертью на кресте Он произнес «Свершилось!» Дело завершено и полностью закончено». В каком смысле? Не в том только, что смыты все грехи прошлого. Его кровью смыты и те грехи, которые еще будут совершены в будущем, во все времена, всеми людьми. Он принес одну жертву, спасительную для всех и на все времена. Больше Он никогда не вернется на крест. Ничто не осталось незавершенным. Мы напоминаем друг другу об этом до конца завершенном деле, когда вкушаем хлеб и вино. Он очистил от всех грехов, верующих в Него. Бог изгладил эти грехи из книги жизни. Так что, когда вы пойдете к Нему, вас очистит кровь Сына Его, Иисуса Христа. Следующим шагом, следовательно, должно стать четкое понимание доктрины оправдания. Оправдание подразумевает не только прощение наших грехов, но также и то, что Сам Бог провозглашает нас праведными. И эта праведность постоянная. Никто и ничто не в силах отнять ее у нас. Оправдание означает не только то, что наши грехи прощены, но также и то, что Бог облекает нас в праведности Иисуса Христа. Он как бы говорит, когда я смотрю на тебя, то вижу не грешника, а мое собственное праведное дитя. Я вижу тебя во Христе, облаченным в Его святость и праведность. Бог делает это раз и навсегда. Его святость словно бы одевает вас. И вся ваша личность, и вся жизнь стоят перед Богом в праведности Христовой. Поэтому, опираясь на великий авторитет Божьего Слова, преклоняясь перед Ним, я говорю вам, Бог ваших грехов больше не видит. Держитесь этого. В конечном итоге проблема уходит своими корнями в нашу неспособность осознать и прочувствовать свое единение с Христом. Многие, кажется, видят единственный смысл христианства в прощении наших грехов. Но это ведь только один из аспектов. Спасение, по сути, означает единение с Христом, когда вы и Он одно. Так же, как раньше мы были одно с Адамом, так теперь мы одно с Христом. «Я сораспялся Христу», утверждает Павел, Галатам 2,19. «Мы умерли вместе с Ним, были погребены вместе с Ним, вместе с Ним воскресли», Римлянам 5 и 6 главы. «И после этого Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2,6. «Итак, мы восседаем на небесах во Христе и вместе с Ним». О том же мы читаем и в послании к Колоссянам. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». «Был распят ветхий человек вместе со всем, что Ему принадлежало. Все его грехи умерли вместе с Ним. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим», Римлянам 6,11. Позвольте мне подвести итоги. В своих размышлениях о любом грехе нашей прошлой жизни мы должны следовать только по одному единственному пути – тому, который приведет нас к восхвалению и прославлению Божьей благодати во Христе Иисусе. «Я призываю вас к этому. Если, оглядываясь на свое прошлое, вы чувствуете себя угнетенным, жалким и несчастным христианином, то поступите так, как поступил Павел. Я был хулитель», – говорит он, – «но на этом он не останавливается». Разве он говорит, «я не достоин быть проповедником Евангелия?» Нет. По сути, он утверждает прямо противоположное. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение» – 1 Тимофея 1, 12. Павел, оглядываясь на свое прошлое и, видя свой грех, не замкнулся на себе и не твердил, «я не подхожу для того, чтобы быть христианином, я ведь совершал такие ужасные поступки». Ничего подобного. Вместо этого он восхваляет Бога и говорит, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе» – 1 Тимофея 1, 14. Так и вам следует смотреть на ваше прошлое. Если же взгляд на ваш старый грех погружает вас в депрессию, то это признак того, что вы прислушиваетесь к дьяволу. Лучше скажите, «К несчастью я был ослеплен князем мира сего, но, слава Богу, его благодать и обильнее, и могущественнее ее оказалось более чем достаточно. Его любовь и милосердие сошли на меня. Все прощено и забыто, и теперь я новый человек. Все хорошо». Если же мы так не думаем, то у меня возникает сильное искушение сказать, что мы заслуживаем жалкого и несчастного состояния. Почему надо верить дьяволу и не верить Богу? Воспряньте духом и осознайте, наконец, эту истину. С прошлым покончено. Вы теперь одно с Христом. Все ваши грехи смыты с вас раз и навсегда. Давайте не будем забывать, что сомнение в Божьем Слове – грех. Грех позволять прошлому грабить нас, высасывать радость сегодняшнего дня, делать нас неспособными к полезному делу в настоящем и будущем. Прислушайтесь еще раз к словам, прозвучавшим с небес и обращенным к полному сомнению и колебанию Петру. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Радуйтесь, пребывая в этой дивной благодати, которая изгладила ваши грехи и сделала вас чадом Божиим. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю – радуйтесь. Теперь пришло время поговорить о людях, которых неотступная память о прошлом делает калеками в настоящем. Речь пойдет не о тех, кого угнетает какой-то конкретный грех. Есть другая категория людей. Они страдают от сознания того, что провели львиную долю своей жизни вне царства. Они погружаются в депрессию, потому что растратили понапрасну так много времени и упустили столько возможностей творить добро и помогать людям. Они спрашивают себя – «Ну почему я был так глуп? Как я мог быть так слеп и медлителен?» Но теперь-то они уже все поняли. Казалось бы, надо радоваться – так нет. Теперь они одержимы мыслью – «Если бы только!» Это их постоянное восклицание, неизбывное горе. Они полны напрасных сожалений. Такое состояние очень широко распространено. Действительно, невозможно оглянуться назад и не пожалеть о чем-то. Христианская жизнь очень тонко сбалансирована. Это одна из самых поразительных ее черт. Жизнь христианина как-то сравнили с ходьбой по лезвию ножа, когда в любой момент можно упасть в одну или другую сторону. И на протяжении всего нашего пути мы должны ясно видеть разграничительную линию. В данном случае необходимо четко осознавать различие между оправданным сожалением и совершенно недопустимым и неоправданным состоянием вечной удрученности и глубокого уныния. Так каким же образом избежать уныния в данной ситуации? Прежде чем мы обратимся к какому-то конкретному отрывку из Священного Писания, давайте рассмотрим проблему в общих чертах. Существуют принципы здравого смысла и житейской мудрости. И если человек пребывает в таком состоянии, то самое время о них вспомнить. Некоторые христиане почему-то считают неправильным руководствоваться здравым смыслом. Они желают делать все и подходить ко всему исключительно с духовных позиций. Мне кажется, это сильно противоречит Писанию. Христианин ни в каком отношении ни ниже неверующего. Он всегда выше. Он отлично руководствуется в жизненных ситуациях здравым смыслом. И это правильно и оправдано. Если вы способны побеждать дьявола на этом уровне, побеждайте на этом. Не важно, на каком уровне. Важно, чтобы вы его побеждали. Иногда люди часами и чуть не днями напролет молятся по поводу какой-то проблемы. А между тем, стоило бы им сделать то, что совершенно очевидно с точки зрения здравого смысла. Всякий, кто находится в состоянии духовной депрессии или помогает кому-то в этой беде, должен ясно осознать. Быть несчастным в настоящем из-за прошлых ошибок и неудач означает попусту растрачивать время и силы. Это очевидно. Прошлого все равно не вернешь и не изменишь. Можно сколько угодно сидеть все глубже и глубже, погружаясь в уныние. Можно истратить всю оставшуюся жизнь на бессмысленные сожаления. Но этим вы не измените абсолютно ничего в том, что уже сделали. Так говорит здравый смысл. И, что вы поняли, это не требуется никаких особых христианских откровений. Весь мир это знает. Почему же христианину надо быть глупее остальных? Почему бы нам не подходить к любой ситуации с позицией здравого смысла и житейской мудрости? Давайте четко сформулируем этот принцип. Мы никогда не должны беспокоиться о том, на что уже не можем повлиять или чего не в состоянии изменить. Иначе мы будем пускать энергию на ветер. Если вы никоим образом не можете изменить ситуацию, прекратите думать о ней. Выбросьте ее из головы. Не сделав этого, вы позволите дьяволу вить из вас веревки. Расплывчатые, бесполезные сожаления должны быть отброшены, как неразумные. Не станем предаваться им. Но давайте пойдем дальше и осознаем, что внутреннее увязание в прошлом способствует неудачам и в настоящем. Пока вы сидите, оплакивая прошлое и, сожалея о несделанном, вы мешаете себе действовать в настоящем. Разве это христианство? Разумеется, нет. Христианство несравненно глубже здравого смысла и гораздо больше, но оно включает в себя и здравый смысл. Ах, скажете вы, это я могу услышать и в миру. Чудесно! Если можете, услышьте и действуйте соответственно. Даже наш Господь сказал, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16, 8. Он похвалил неверного управителя. И я делаю то же самое. Мир, смотрящий на эту проблему со своей колокольней житейской мудрости, в данном случае абсолютно прав. И мой третий довод в пользу прекращения этого бессмысленного занятия. Если вы сожалеете, что истратили понапрасну так много времени в прошлом, то почему бы вам не попытаться скомпенсировать эту потерю сегодня? Может быть, и удастся что-то наверстать? Это здравый смысл. Совершенно верно. Именно так поступил Павел. Он говорит, а после всех явился и мне, как некоему извергу. 1 Коринфянам 15, 8. По сути, он говорит, «Я потратил зря массу времени, другие обогнали меня, но он находит в себе силы догнать других и идти дальше». Он добавляет, «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15, 10. Как Павел характеризует свое положение? С самого начала и до конца с Господом были остальные апостолы. Павел? Нет. В буквальном смысле видел он лишь славу Господню на своем пути в Дамаск, о чем пишет, «А после всех явился и мне». Именно то, что он стал свидетелем явления воскресшего Христа, сделало его апостолом. Но духовное рождение носило какой-то не вполне естественный и запоздалый характер. Все это произошло как-то странно, да к тому же и после всех. И об этом оставалось лишь сожалеть. Ему следовало бы пережить это гораздо раньше. Все возможности у него имелись. Но он ненавидел благую весть. Он искренне думал, что ему должно много действовать против имени Иисуса Назарея, как мы читаем в Деяниях, 26 глава, 9 стих. Он считал Иисуса богохульником и прилагал все усилия, чтобы истребить последователей церкви. Поэтому он был вне ее, в то время, как остальные уже находились внутри. Но хоть и после всех, хоть и необычным путем, но он все-таки вошел в нее. И как легко ему было бы провести остаток жизни в напрасных сожалениях. Павел говорит об этом. «А после всех явился и мне, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Все это было чистой правдой, о которой он горько сожалел. Но он не позволил сожалениям парализовать себя. Напротив, он радовался, что дивная благодать посетила его и, несмотря ни на что, привела его в лоно церкви. И так с потрясающим рвением он вступает в новую жизнь. И хоть и был он последним из всех, однако в каком-то смысле стал первым. Если вы христианин, то важно уже не то, кем вы были, а то, что вы представляете собой сейчас. Как трудно помнить об этом, когда дьявол нападает на нас. В такой ситуации мы должны говорить себе, «Имеет значение только то, что я представляю собой на данный момент. Каков я сейчас? Я прощен, примирен с Богом кровью Его Сына, умершего на кресте. Я дитя Божье, усыновленным и принят в Его семью. Я сонаследник Христу и иду к славе. Вот что я есть сейчас. Если враг нападает на вас, заставляет без конца думать о прошлом, скажите ему, «То, что ты нашептываешь, чистая правда, все это было, но важно не то, каким я был, а то, каков я сейчас. И я благодатью Божию есть то, что есть». Второй вывод звучит так. Важно не то, когда вы вошли в царство. Рано ли, поздно ли. Важно, что вы вошли в Него. Прочтите главу 20 Евангелия от Матфея, где Иисус рассказывает притчу о работниках в винограднике. Некоторые из работников были наняты в последнюю очередь, только в 11 часу они вошли в виноградник. Но, так или иначе, они в него вошли. Их всех взяли, приняли на работу, и ввели внутрь. Обстоятельства обращения также не играют роли. Важно то, что вы спасены. Если вы внутри Царства Божьего, радуйтесь этому и забудьте, что когда-то были снаружи. Но нам не следует останавливаться на этом. Будем размышлять дальше. Данный конкретный вид духовной депрессии объясняется нездоровой и греховной озабоченностью человека своей драгоценной персоной. Надо быть суровыми с самим собой. Проблема, как и прежде, уходит своими корнями в «я». Люди все продолжают судить самих себя, а суд надо предоставить Богу. Они выглядят как будто смиренными, сокрушенными, но скромность это ложная. На самом деле это не что иное, как эгоистическая озабоченность собой, зацикленность на себе. Прислушайтесь к словам Павла. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Суди я же мне, Господь». 1 Коринфянам 4, 3 и 4 стихи. «И мы как христиане должны предоставить суд о нас Богу. Он судья, и вы не имеете права понапрасну тратить ни его, ни свое время на самоосуждение. Забудьте о себе, предоставьте суд ему, лучше займитесь делом». Кроме всего прочего, такое состояние верный симптом все еще не изжитой склонности думать о том, что и сколько мы можем совершить. Вот человек такого типа приходит к нам на вид сама скромность. И он говорит, «Если бы только я пришел раньше, как много работы я успел бы сделать?» В каком-то смысле это верно, но по сути совершенно неверно и в высшей степени фальшиво. Притча нашего Господа о работниках виноградники предназначена именно для того, чтобы опровергнуть этот довод. Отчасти проблема этих людей объясняется еще тем, что они не усвоили одного из основополагающих принципов. Они не поняли, что надо отречься от себя, взять свой крест и следовать за ним, забыть о себе, отдать себя, свое прошлое, настоящее и будущее в его руки. Но отчего у них берется эта болезненная озабоченность с собой? Оттого, что они мало озабочены им. Истинные причины проблемы кроются в недостатке желания познать его и его пути так, как следовало бы. Если бы мы больше думали о нем, то вскоре забыли бы о себе. Вы вступили в сферу духовной жизни, так оторвите же наконец взор от себя и начните радоваться ему. В чем разница между христианином и нехристианином? Когда на Христа, на Бога смотрит нехристианин, то на его глаза словно наброшена вуаль, которая мешает ему видеть. А как обстоят дела с христианином? Об этом мы читаем у Павла. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3,18. Христианин настолько захвачен образом Христа, что забывает о себе. Таким образом, необходимо усвоить, что в его царстве важно не время служения, а наше отношение к Богу и наше желание угодить ему. Бог не засчитывает длительность служения, как это делают люди. Его волнует, что происходит в сердце человека. Нас интересует продолжительность работы. Мы подсчитываем, сколько мы успели за это время сделать. Подобно первым работникам в притче, мы заявляем, что сделали много и похваляемся этим. А если мы принадлежим к числу тех, кто пришел позже, то тревожимся. Но Бог смотрит на работу иначе. Его интересует лепта вдовы, не количество денег, а сердце женщины. Для него важно не время, а отношение. В Царстве Божьем вообще ничего не важно, кроме благодати Божьей. Его основание это благодать. Да и все оно одна благодать. В притче работники, пришедшие в конце дня, получают точно такую же оплату, что и пришедшие в начале. Господь словно старается внедрить в наше сознание сокровенную истину царства, когда подчеркивает, так будут последние первыми и первые последними. Нам надо оставить земной, плотской образ мыслей. Благодать стирает все человеческие различия. Поймите это и перестаньте смотреть на то, что вы сделали или не сделали. Хватит плакать над упущенными годами. Осознайте, что его благодати достаточно, чтобы покрыть все это. Может быть, я обращаюсь сейчас к кому-нибудь, кто провел целую жизнь вне Христа, в грехе и в миру, к человеку, который вступил в царство в преклонном возрасте. Быть может, и он подвергся искушению, о котором мы здесь говорим. Если это так, то вот, что я скажу вам. Когда настал вечер жизни, не давайте отдыха руке вашей в этом дивном царстве благодати. Оно сверхъестественно. Оно выше всего земного. Может статься, что в день Божьего суда награда ваша будет гораздо больше, чем награда тех, кто спасся в юности. Какая дивная весть. Слово молодость стала в наши дни чуть ли не словом номер один. Но в Царстве Божьем вопрос о возрасте неуместен. И если кто-то делает на нем акцент, то тем самым идет против Писания. Утром сей семя твое. Да, но с равной силой я скажу, и вечером не давай отдыха руке твоей. Экклесиаста 11.6. Вспомните также слова пророка Иоиля. Ему было послано великое видение и даровано способность понимания и толкования этого видения. Оно было о грядущем явлении Христа. Бог сказал устами пророка, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница». Он обещал, и Он может сделать это. Он говорит о растраченных впустую бесплодных годах, годах, пожранных саранчой, червями и всеми вообразимыми и невообразимыми вредителями. И Он обещает, «Я воздам вам за те годы, которые они пожирали». Если вы рассчитываете сами, своими руками и своими силами что-то возместить и исправить свои жизни, то время действительно существенный, если не решающий фактор. Но мы находимся в сфере вневременной. В один прекрасный год Он приходит и дает урожай, который в десять раз перекрывает все недороды прошлых лет. Таков характер нашего Господина, таков наш Спаситель, таков наш Господь. И поэтому я призываю вас, забудьте прошлое, радуйтесь, что по благодати Божьей стали тем, чем стали. Быть может, вам еще предстоит испытать величайшее в своей жизни удивление. Вы тогда обнаружите, что даже в вашем случае сбывается пророчество о последних, которые становятся первыми. И прославите Бога за то, что находитесь в Его Царстве. Субтитры